Такое необычное название мышь получила благодаря трем сменным панелям входящим в комплект. Но эта модель интересна не только ими, но и тем, что с 2014 года это первый заметный, пусть и легкий, редизайн самой функциональной мыши в линейке Razer. Мышь наследует общую форму и внешний вид оригинальной Naga 2014 года, но с небольшими изменениями. Во-первых, судя по всему Razer окончательно отказывается от псевдо воздухозаборников спереди. Во-вторых, основные кнопки, которые в Naga 2014 и других версиях этой мыши за последние годы были прямыми, теперь обзавелись небольшим изгибом вовнутрь, а сама поверхность стала шире. Теперь мышь лучше ложится в руку и больше похожа на старую Naga, которая присутствовала на рынке до модели 2014 года, или на новые Baselisk или Lanshead. Самая главная особенность мыши, которая отражена в названии, это три сменных боковых панели. Теперь вам не нужно покупать версию Naga Hex или другую эргономичную мышь, если вам не нужны все 12 кнопок под большим пальцем правой руки. Каждая панель держится с помощью магнитов, никаких винтов, поддерживается горячая замена. Для отсоединения достаточно поддеть панели снизу у сенсора и понести другую к контактам мыши. Панели держатся надежно, мышь ощущается монолитной. За неделю использования не появилось скрипов или люфтов, но надежность такого решения покажет только длительная эксплуатация. По поводу обычной панели с 12 кнопками сказать особо нечего. Она такая же, как и в оригинальной Naga, с механическими кнопками асимметричной формы. Пользоваться ими удобно, палец быстро привыкает к их расположению и легко различает слепую. Кнопки с коротким ходом и ощутимым кликом. Вторая панель с семью кнопками такая же, как и в версии HEX, за исключением отсутствия подсветки кольца внутри круга с кнопками. Тоже удобная комбинация, если вам не нужен избыток кнопок в игре или повседневной активности. Панель является хорошим компромиссом между количеством кнопок и хорошим цепким хватом. И последняя панель совсем простая, оснащенная только парой кнопок вперед и назад. Эта панель превращает Naga в некоторое подобие Razer Deseder с точки зрения эргономики. Такое решение будет не лишним, когда дополнительные кнопки только мешают и нужно место для надежного контакта мыши с большим пальцем. По своей форме и размерам Naga Trinity является почти точной копией оригинальной Naga 2014. Мышь целиком выполнена из пластика с шероховатым покрытием, аналогичным первой версии. Мышь хорошо лежит в руке небольшого и среднего размера и чуть хуже подходит большим по размеру ладоням. Форма эргономичная и лучшим вариантом хвата будет ладонь. Naga Trinity стала немного тяжелее обычных мышей этого семейства за счет дополнительных магнитов, пластика и контактов. Это хорошо ощущается при отрыве мыши от поверхности. При этом центр тяжести смещен ближе к левому краю мыши. Помимо боковых клавиш Naga Trinity оснащена парой основных колесиком с возможностью горизонтальной прокрутки и парой дополнительных клавиш позади. Ход основных клавиш немного мягче по сравнению с предыдущим поколением Naga, но по-прежнему хорошо ощутим. Если к основным кнопкам претензий нет, то колесико прокрутки не понравилось однозначно. Оно достаточно тугое, громкое и обладает заметным люфтом уже из коробки, по крайней мере в нашем экземпляре. За настройку мыши отвечает третья версия Razer Synapse. Набор функций стандартный. Переназначение функциональности клавиш, настройка и калибровка сенсора, редактор макросов и утилита крома для управления подсветкой. Функциональность клавиш можно настраивать отдельно для каждой панели и изменения применяются моментально при их смене. В качестве сенсора используется фирменный оптический Razer 5G с максимальным разрешением 16000 dpi. Такой сенсор мы видели в моделях компании второго полугодия 2017 года и он уже успел неплохо себя зарекомендовать. За время использования на разрешениях от 1000 до 3000 dpi срывов или других проблем замечено не было. Версия Trinity получилась наиболее необычной из всего модельного ряда Naga. Такое решение подойдет тем, кто хотел бы иногда получать чуть больше функций при необходимости, а при ее отсутствии обычную эргономичную мышь. Цена традиционно высокая, но за эту стоимость вы получаете по сути три мыши. Версия Trinity получилась наиболее необычной из всего модельного ряда Naga. Такое решение подойдет тем, кто хотел бы иногда получать чуть больше функций при необходимости, а при ее отсутствии обычную эргономичную мышь. Цена традиционно высокая, но за эту стоимость вы получаете по сути три мыши.